Воспитанники детской художественной школы Каспийска всегда принимают активное участие в различных конкурсах. В Махачкале прошла выставка «Вместе против террора», где были представлены работы каспийских ребят. Наши ребята там поучаствовали, там весь коллектив нашей школы, так как работы были очень хорошие, отбирать не стали. Весь коллектив наградили грамотой, благодарственным письмом и грамотой, и дипломом. А совсем недавно ребята побывали и в Москве. Расул Тагиров и Эльвира Урусова приняли участие в детском культурном форуме 2023. Программа мероприятия состояла из мастер-классов, проектов развития по различным направлениям искусства, литературы, телевидения и многого другого. И, конечно же, творческие задания по рисунку и живописи, где юные каспийские реализовали свои идеи по итогам форума и получили дипломы и памятные подарки. Каждый день были разные мастер-классы, вебинары, интенсивы и так далее. И каждый мог пойти туда, куда он хочет. Допустим, там были дети со всех регионов Москвы и даже из-за рубежа, если я не ошибаюсь. В этом же году юные художники и преподаватели школы приняли участие в плене конкурсе на острове Буяне, который прошел летом в Казани. В течение нескольких дней ребята проходили различные мастер-классы от профессиональных художников, вдохновлялись пейзажами города и острова Свияж, а также участвовали в интересных конкурсах. Облака над островом. То есть они должны были придумать не просто срисовать, так скажем, картинку, а придумать, как-то композиционно завернуть это, интересно показать. Вот в этом была задача. Именно как-то пофантазировать, а не просто срисовывать. И второй конкурс такой же был. Там нужно было внедрить уже людей в рисунок. Мы были в Кремле. Там такие старинные здания, башни. И нам нужно было задание у них соединить прошлое с настоящим. По итогам всех конкурсных испытаний абсолютно все юные художники Каспийска стали победителями. Как отмечает педагог школы Дарья Макшанова, работы ребят выделялись дагестанским колоритом и очень запомнились членам жюри. Наших детей заметили преподаватели. Они им очень понравились. Вот так что сказали, что у наших детей там в рисунках виден то, что колорит именно дагестанский. То есть такой яркий, красочный, да, почерк. Они поняли сразу, вот это Дагестан. Вот так что было все прекрасно. Нам очень понравилось. Камила Кучаева обучается в художественной школе около пяти лет. Поездка в Казань стала для нее первым выездным конкурсом, от которого у юной художницы остались масса положительных впечатлений и большой багаж опыта. Больше всего мне понравилось, когда мы на теплоходе отправились в Севьяшск, опять же. Это очень такой старый остров, и там прям сохранилась древнерусская культура, избы. Это было очень интересно. И плюс у нас еще был экскурсовод, который очень интересно нам все рассказывал. Было приятно ее слушать. Сейчас ребята готовятся к другим конкурсам и покорению новых вершин. Стоит отметить, что воспитанники детской художественной школы Казписка всегда прославляют родной город и приносят ему призовые и первые места. Спасибо.